Приветствую вас! Вы пишите о том, что у вашей подруги очень сильно начали различаться состояние. Состояние, когда она с молодым человеком и когда она без него. Вы пишите, что это произошло не сразу, а спустя некий промежуток времени. Вот и вы пишите, что встречаться они с парнем начали 9 сентября. На момент записи ответ был 1 октября. 1 октября, соответственно, меньше месяца прошло с тех пор, как они стали вместе. И можно говорить здесь о нескольких причинах такого изменения состояния. Во-первых, первое, чтобы лишний раз не мучить вашу подругу, чтобы лишний раз не взвинчивать ее, чтобы не пугать ее какими-то, знаете, там, сложными причинами, мыслями, там, чем-то еще такого рода. Давайте попробуем сперва, вот, просто проанализировать, просто проанализировать, с какого момента это началось, то, что вы описываете. Ну, ведь если подобные изменения в состоянии подруги начались не, ну, как бы, не вчера, а лишь только по прошествии определенного количества времени, значит, вполне вероятно, что-то на ее такое поведение повлияло. Может быть, какие-то обстоятельства, может быть, какие-то ситуации с ней и ее парнем. Вот это первое, на что нужно обратить внимание, что повлияло, что стало причиной, что могло стать причиной, потому что пока не очень важно. Далее, далее хочется сказать так, что поскольку, поскольку прошло не так много времени, а вообще говоря, меньше месяца прошло, как я понял, то очень может быть, что ваша подруга просто-напросто переживает такой определенный спад влюбленности, спад симпатии к слабому человеку. И тогда это нормально, это нормальная реакция совершенно, и проблем никаких я лично не вижу. То есть, да, безусловно, это неприятно, то, что она испытывает. Безусловно, ей самой не нравится то, что она чувствует и то, что происходит. Безусловно. Но, поймите правильно, любовь и чувства, они переживают самые разные аспекты и самые разные состояния и формы. И ваша подруга, возможно, когда у нее был всплеск страсти, когда и она, и он не чаяли друг в друге души, как вы говорите, было такое вот растворение друг в друге. А потом произошло так, что прошло время небольшое, и психика вашей подруги начала вырабатывать защитный механизм. То есть, нельзя кричит она ей так сильно растворяться в человеке. Это плохо, это вредно. И это действительно так. Насколько она была привязана к молодому человеку сильно, настолько сейчас она, по сути, дает обратную реакцию. Обратная реакция, то есть, имеется в виду защитная реакция. Защитная реакция с ее стороны. И это совершенно нормально. В этом случае сделать особо ничего нельзя, да и не нужно. Просто пусть ваша подруга, грубо говоря, даст себе немножечко времени. Пусть подруга не будет спешить, не будет пытаться подавить в себе те эмоции, которые в ней есть. Ну вот, чувствует она, что хочет расстаться с молодым человеком, когда без него. Ну, значит, пусть занимается своими делами. Пусть думает меньше о нем. Это пойдет только на пользу. Больше времени будут проводить, например, вместе, а меньше времени будут проводить, там, не на социальных сетях, там, и так далее. Это, ну, никак не навредит им, как так далее. Дальше. Следующая возможная причина, на которой подруга ведет себя так, это опасение чего-либо. И, конечно, начать нужно с того, что какие именно опасения у подруги, мы не знаем. Потому что мы не знаем ее, ваших подруг, мы не знаем, какое у нее прошлое, мы не знаем, какой у нее опыт, ну, предыдущий опыт отношений с молодыми людьми. И из-за этого нельзя говорить о том, что с ними происходит, по крайней мере, наверняка. И вот здесь скроется такой момент. Вот вы пишете о том, что подруга сама попросила вас написать нам. И не очень понятно этот момент. Ведь если подруга хочет, чтобы ей помогли, то что мешало ей написать саму? А если она, например, не хочет, чтобы ей помогали, такое, кстати, тоже может быть, то тогда непонятно, ради чего все это. Потому что с ней все равно, с ней нужно будет работать. А все равно с ней нужно будет разбираться в причинах такого поведения. И если она хочет сохранить отношения с молодым человеком, то ей нужно все же самой обращаться к нам на ресурс и самой работать со специалистами, с психологами для того, чтобы мы ей помогли. А вот так через вас она может получить только какие-то общие моменты. Как вы понимаете, причины ее страха напрямую зависят от прошлого опыта. Соответственно, прошлый опыт необходимо проанализировать. И без анализа этого самого прошлого опыта нельзя, к сожалению, сколько-нибудь адекватно дать обратную связь по поводу возможных причин страха вашей подруги. Может быть, это детский комплекс. То есть, например, она подознательно боится того, что мужчина ее бросит. Но тогда на подобные вещи необходимо иметь основание. То есть нужны основания, чтобы считать, что парень по каким-то причинам может ее бросить. Если этих оснований нет, то тогда это всего лишь плод ее воображения. И возникает вопрос, по какой причине она плод своего воображения делает реальным? Что заставляет ее так поступать? Если у нее есть свои комплексы, например, и свои сомнения в себе, то никакой ответ наш вам ей не поможет. Ей нужно только самостоятельно разбираться с тем, что происходит. И отвлекать. Конечно, у нее есть на это желание. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Если дополнительные у вас вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.